Продолжаем уроки эдита. Сегодня у нас будет третий способ, как можно подкрутить наш файлик. Первый способ был с рамочкой, второй способ был с линейками, и есть еще третий способ с другой линейкой. Эта другая линейка у нас спрятана в инструмент пипетка. То есть если мы нажмем подольше на инструмент пипетка, то у нас выскочат другие инструменты, в том числе инструмент линейка. Нажимаем на нее, и теперь мы можем измерить наш горизонт. За горизонт я возьму нашу рамочку верхнюю и берем отсюда, секундочку, поближе немножко сделаю, берем отсюда вот так вот кусочек, и до вот этого угла, в этом у нас будет наш горизонтик находиться. Я, наверное, немножко кривовастенько сделала, секундочку, по новой. Отсюда и досюда, вот такой у нас будет горизонт. То есть вот этой линейкой мы измерили, во-первых, саму длину, во-вторых, начальную точку по х и ипсилон, да, то есть по х и ипсилон, и какая у нас конечная точка по координатам х и ипсилон. Если мы возьмем вот эту линейку и приставим ее к вот этой, к второй, вот этой штукенции, то мы видим, что у нас, тут у нас совпадают эти две линии, а здесь у нас такое как бы расстояние большое, и при помощи этого расстояния фотошоп может вычитать угол, на который нам нужно это дело подкрутить. То есть по пониманию, да, мы сейчас делаем более крупный такой, более четкий математический процесс. То есть, допустим, когда мы делали подкрутку при помощи этой линейки, либо рамки вот этого, то мы просто просто брали наш листочек кривой, взяли его и примерно на глаз его как бы повернули. Сейчас, допустим, более четко делается, то есть вот наш листочек, вот наш горизонт, берем, измеряем вот этот угол, и на этот угол будем поворачивать наш листок. Такой более сложный математический процесс идет, но в принципе он довольно-таки четкий становится. Так вот, значит, мы измерили вот этот вот наш угол, и теперь, чтобы подкрутить наше изображение, мы кликаем изображение, вращение изображения произвольно. И теперь вот этот угол 0,32 градуса, это как раз-таки тот угол, на который нам нужно повернуть нашу корзиночку. И теперь осталось только сообразить, в какую сторону нам крутить, по часовой стрелке или против часовой стрелки. Здесь нужно по часовой стрелке крутить. Кликаем ОК, и он нам изображение наше повернул, и прям идеально четенько, ровненько повернул. Теперь вот эта вот линия идеально по горизонту расположена. Помимо того, что он подкрутил наш слой фон зафиксированный, он также подкрутил наш слой JP и наш слой английский. То есть, как бы все, абсолютно все слои он подкрутил. Минус тут какой? Минус в том, что у нас тут, помните, была такая фигня, что у нас пиксели за край рамки заходили. Здесь получилось следующее. У нас картинка стала чуть побольше. То есть, до этого у нас была вот такая картинка, вот у нас край был. А теперь мы повернули листочек, и он нам картинку саму, сам скан, увеличил немножечко. То есть, до этого был размер изображения. Сейчас секунду покажу. Размер изображения. Давайте в пикселях, в пикселях. Высота. Высота четко 1600. То есть, ровненько 1600 пикселей у нас. Теперь, когда мы вот это дело повернули, смотрим снова размер изображения. Опять у нас пиксели. Теперь у нас на 6 пикселей больше. То есть, он как бы вниз немножко пикселей прибрал и чуть наверх сделал пиксели, потому что мы картинку повернули немножко боком. Вот эти два угла у нас как бы немножко увеличили картиночку. Дело в том, что, в принципе, тогда как бы 6 пикселей вроде бы как не критично, да. Но бывает так, что вам приходится кричить довольно-таки сильно, и вот этот размер скана, получается, прыгает, да. Когда вы загружаете картинку на читалочки, то получается, что у вас одна картинка такой размер, другая картинка вот такой размер стал, третья картинка вот так вот подскочила. Ну, короче, низ немножко скотчет туда-сюда. Это желательно избегать, поэтому высоту нужно всё-таки обратно менять на 1600. Как-нибудь, либо вручную, либо как-нибудь по-другому. Так вот, значит, что дальше у нас происходит? Значит, помимо того, что у нас размер картинки изменился, он ещё повернул абсолютно все слои. То есть, ну, это я уже сказала, да. Вот, то, что повернул все слои, и в том числе, если у вас здесь стоял какой-нибудь слой с текстом, да. Допустим, сейчас, допустим, сделаем слой с текстом. Т-т-т-т-т. Слой с текстом. Сделаем его побольше, чтобы его было видно. Вот такой слой с текстом. И перенесём его повыше, чтобы его было чётко видно. И, допустим, немножко приутрируем, повернём вот на столько градусов, да. Изображение, вращение, произвольно, на такой угол. И вуаля! Наш текст тоже поворачивается вместе со всеми слоями. То есть, если у вас до этого уже стоял какой-то тайп, стоял какой-то текст, то у нас он тоже поворачивается. И то есть, если у вас тут раз текст, два текст, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и так далее, то вам потом придётся все вот эти текстовые слои обратно выворачивать, короче, обратно выворачивать. Поэтому я этим способом не особо люблю пользоваться, потому что он, во-первых, поворачивает абсолютно всё, что мне нужно и не нужно, и плюс ещё он увеличивает размер картинки. Здесь всё, допустим, более ясно видно, да, то, что, допустим, был размер картинки вот такой, а стал вот такой. Конечно, плюс у такого способа то, что мы не теряя наши пиксели, которые за рамку заходят, да, но всё-таки как-то, да, как-то так. В общем, да, это как бы, почему, это та причина, почему я эту линейку не использую. Она чётко поворачивает, но есть свои минусы. И опять-таки вернёмся к способу номер два. Это способ, который я люблю использовать чаще всего. Способ, который, так сказать, проще всего. Это, получается, у нас выделяем слой фон, выделяем слой JP, слой фон разблокируем, конечно же, до этого. Нажимаем Ctrl-T и по вот этим вот линейкам нашим поворачиваем. То есть, в данном случае мы легко поворачиваем всё это дело, нажимаем. То есть, если у нас, допустим, ещё даже за край что-то вышло, нажимаем клавишу Enter, у нас эти пиксели, они никуда не потерялись, они до сих пор у нас тут остались. Мы сами можем решить, что мы будем делать с этой дыркой, либо мы всё это дело вот так вот обрежем, либо же мы поставим вот так вот, максимально сохраним картинку, и этот кусок, который у нас пустой, мы его там дорисуем сами, да. То есть, вот этот способ номер два, он, ну, который у меня в моём списке номер два, он для меня самый лучший, и я постоянно именно им и пользуюсь. Хотя, по идее, есть ещё и другие, вроде как более удобные способы, да. То есть, на первый взгляд, удобные, но, как видите, там тоже были свои нюансики. Надеюсь, вы тоже найдёте, как бы, свой способ, который вам конкретно больше подходит. И, да, желаю успехов и удачи в этом нелёгком нашем деле. Всем спасибо, Нонни. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok